Добрый вечер. Здравствуйте. Собственно, повод у нас повидаться, это нашумевшее дело одного из ваших клиентов Полонского, который... Все клиенты шумят, так что... У вас, да, у вас в этом смысле все в порядке. Я, насколько понимаю, в Камбодже вы не были. Нет, я не был в Камбодже, я был недалеко, я был в Гонконге, потом в Таиланде. Относительно, да, недалеко, да. В Москве я не был, я был в Стокгольме. В Юго-Восточной Азии. То есть вы не занимаетесь... Ну, смотрите, значит, по нашей необъятной стране идет болезнь уже давно, которая называется юридический идиотизм. Он такой обширный, и болезнь заразная оказалась. То есть люди не понимают, что в другой стране может защищать только человек, который является адвокатом в этой стране. Потому что он должен дать присягу, он должен там учиться, он должен говорить, в конце концов, в данном случае, на кихмерском языке. Но иметь лицензию, как минимум, чтобы там, да. Иметь лицензию и так далее, да. Поэтому я кихмерским языком владею слабо. Я вам сразу скажу, знаете, у меня познание не очень обширное. Единственное, что меня связывает, может связать с этой страной, что там был один раз, но давно. Поэтому Сергею Чуполонскому как таковому помочь в Камбодже я не могу. Я московский адвокат, российский. И веду его дело здесь. Вот сейчас с Лебедевым судимся. Попросту вы Полонскому помочь в его ситуации не можете, но на этой ситуации пиаритесь. Потому что я читаю все время ваше заявление. Но меня спрашивают, что я думаю. Вот вы думали, что он собирается получать камбоджийское гражданство? Или это под собой имеется? Ну вы знаете, мы давно с ним говорили на эту тему. Еще до этой всей истории. Ему нравится Камбоджа, ему нравится все там. И он бы хотел там жить, и там инвестировать, и что-то там строить, я не знаю, и так далее и подобное. И он считает, что, наверное, человек будет лучше защищен, если он будет гражданином этой страны, в которой он живет. И поэтому он давно рассуждал на эту тему. А что у вас с гражданством? Я запутался, говорят, вот у вас и французское, и греческое. Греческое у меня нету, и, собственно, не было. И, конечно, я похож внешне на грека, и я даже знаю, что такое драхма. Вы помните, что такое драхма, да? И лада? Нет, нет. У меня и французского тоже нет. У меня российское гражданство, и это всегда было, и никогда, несмотря на все мои путешествия по странам. У меня были, когда я жил в каких-то странах, у меня были... Виды на жительство. Ну, вы в свое время, чтобы вас не забрали на морфлот, если я правильно все понял, эмигрировали в Соединенные Штаты? Нет, нет, во Францию. У меня мама француженка, и я переехал в 76-м году в Париж к ней, и там прожил много лет. А как вот это в середине 70-х вот можно было уклониться от службы? Да, вот взять и уехать. Вот взять и уехать. Ну, то есть это так было просто? Ну, к маме да. Это Женевская конвенция, Советский Союз всегда ее поддерживал. Это воссоединение семей. Моя мама гражданка Франции, и я к ней благополучно переехал. Хорошо. Вернемся все-таки к Полонскому. Здесь будет у него процесс с банкиром Лебедевым. Идет. А, то есть он идет, он текущий процесс. Вы представляете интересы. Ваш прогноз? Мой прогноз, мне кажется... Дайте я издалека начну. Первое, меня очень интересует на самом деле то, что произойдет. Почему? Мне кажется, что поставлен довольно знаковый вопрос в этом процессе. Можно ли сегодня в нашем государстве публично, в случае, если ты не согласен с политическим мнением человека, который сидит рядом, подойти, и когда он тебя не видит, ему дать по морде, как выразился, кто же там из них. Или ударить, или избить, или забить. Если это можно, и суд вынесет оправдательный приговор господина Лебедева, ну, надо принимать какие-то меры, потому что жить в этой стране или не жить. Вот если это разрешено... Вы настоящий адвокат, то есть вы умеете так вот все подать, потому что я-то просто видел, ну, как бы, собственно, и полстраны эту сцену. Я понимаю, что никакой политики там нету, что там просто спор хозяйствующих субъектов и личное неприятие. То есть вы считаете, что если есть спор хозяйствующих субъектов, надо подойти и дать по мордам, чтобы человек упал, там, с отвесением мозга и так далее. Вы сами рассказываете, что некий, как вы назвали, известный московский человек, такая была формулировка в журнале, как-то подошел к вам в публичном месте, приставил пистолет в голове. Было. Было, было, да. Да, ну, так вот вы и сами ответили на вопрос. Можно. Ну, получается, что, да, результат-то был, вы взяли и уехали после этого. Я так понимаю, что отступили на заранее подготовленные позиции. А что это был за человек такой, наверное? Ну, публичный человек. Это было дело Юкоса, против которого... Вернее, в деле Юкоса я воевал против и... Против Юкоса. Против Юкоса. А Юкос тогда был все силен. Но вы политически не были, естественно, мотивированы, вы мотивированы, может быть, только деньгами. Там было два покушения на моего клиента, несколько трупов и так далее. А я продолжал сопротивляться, как бы, продолжал с ними судиться. И тогда вот в публичном месте подошел один человек и сказал, послушай, мы в хорошем отношении, мы действительно с ним в хорошем отношении. Достал пистолет, приставил в голове и говорит, ну ты будешь следующий. Прямо это не макет был, не зажигалка, уверен, что это был вот... Да, да, да. Предохранитель был снят, нет, или вы не обратились? Не знаю. Вы знаете, я спокойно довольно отнесся к этому. Сейчас нашему хорошему не будет стрелять в ресторане Джан Карла на площади Победы, он же не будет стрелять. Ну вот вы уже ресторан озвучили, а человека все еще как-то... Человек, мы с ним в хорошем отношении. Ну да. До сегодняшнего дня. Никаких проблем. То есть вы умудряетесь сохранять хорошие отношения с... Абсолютно. Я считаю, что вообще ничего личного не может быть. ...с людьми, которые вступаете в конфликт. Да. При этом вы понимаете, что у очень многих социально значимых теток в нашем городе у вас репутация отнимателей детей, мерзавца, которые в общем... Это относится к той же юридической девственности, которой эти тетки обладают. Понимаете, они... Ну это все такие уважаемые и любимые социумом тетки. Я говорю про подругу Ольги Слуцкер и массу сочувствующих. Во-первых, у нее действительно очень много друзей и подруг. Собственно, так же, как у ее супруга Владимира. И в конфликте между Владимиром и Ольгой вы представляли интересы как бы олигарха и... Кто-то представлял интересы олигархине. Ну, да. Скажите, вы считаете, что вы выиграли дело или нет? Ну, вы знаете, какое дело? Я сделал в этом процессе... Один процесс, да, у меня был. Да. Я сделал так, что то, что меня просил мой клиент, было удовлетворено. А он просил, чтобы дети остались в результате с ним. Да. А вот по поводу того, что отнимают, не отнимают, и по поводу юридической девственности, которой обладают эти дамы, я хочу сказать, что... Вы знаете, я вас тоже удивлю. Я думаю, что вы тоже удивитесь. Так, я приготовился. Вы знаете, кто принимает решение в суде? В суде принимает решение судья, а не адвокат. Вы поражены, я думаю, да? Вот судья решает забрать детей и передать туда. Или забрать детей оттуда и отдать отцу. Там и так далее. Не адвокаты. Адвокаты... Мы все читаем гражданское законодательство, там написаны одни и те же слова. Вам приписывают заявление, что я, то есть вы не знаете законы, но я знаю судей. То есть... Это неправда, этого никогда не говорили. Вы не говорили, вам это приписывают. Ну, это мне массовые вещи могут приписывать, и детей, и то, что я говорил, и так далее. Нет, это неправда. Правда заключается в том, что в Англии, когда мы открывали офис нашей дочерней предприятия в Лондоне, то там я зашел в магазин, и в Лондоне в магазине купил пресс-папье, сделанный, причем в Великобритании, если бы оно было сделано в Китае, это еще ничего, но было сделано в Великобритании, на котором было написано, хороший адвокат знает законы, лучший адвокат знает судью. Я купил его ради смеха, он и стоит у меня в офисе. То есть, на самом деле, нет дыма без огня, то есть... Английское выражение. Это английское выражение, которое вы цитируете и применяете в своей практике, насколько я понимаю. Я этого никогда не сказал, вы это придумали. То есть, вы не применяете это в практике. Хорошо. Ну, а чем вы, кроме денег, для себя мотивируете выбор клиента? Или это только деньги? Или вы учитываете какие-то обстоятельства? Смотрите, вот я вам приведу пример. Я очень много работаю бесплатно, когда мне интересно и когда мне нравится клиент. В настоящий момент я веду дело, естественно, бесплатно. По которому я... Это дело как бы обсуждается сегодня в СМИ. Это дело о няне, которая била двухгодовалого ребенка. Ну да, да, я видел в Ютьюбе. И я представляю интересы, естественно, ребенка. И разговариваю с их родителями и так далее. И как раз вот мы разговариваем в это время, когда началось рассмотрение, возбуждать уголовное дело или нет против этой няни. Так что у вас прямо свежая новость. Вот вам пример. И я не мог поступить иначе, понимаете? Когда пришли ко мне родители консультироваться, единственное, что я мог сказать, конечно, возьмусь. Только с одним условием, не вздумайте мне ничего платить. Ну вот я сразу вам это не отвечаю, а сразу транслирую, что говорят злые языки. Что Добровинский никогда не работает бесплатно. В данном ситуации это хороший пиар, это история, которая на слуху. И я тут же вспоминаю ваше одно из первых, если не первое, бесплатное дело. Это вы защищали Алену Снежинскую. Мою коллегу, она у меня там работала. Я помню эту очень хорошо историю. Она была пресс-секретарем группы НАНА. И у нее были терки с Альбасовым. Какое красивое выражение из римского права. Ну, оно лаконичное, и чтобы не растекаться в юридических терминах. Еще слово разборки, кстати. Все просто, кстати, много было. Была Катя Лиепа, была Поплавская, была Плесецкая и так далее. Да, но всегда это были те истории. Все бесплатные. Бесплатные, но вы получали всегда пиар, вы получали освещение в вашей работе, этих ситуаций, в таких, ну, в массовых изданиях. В частности, Снежинская, я помню, что в Мегаполисе, которая была тогда едва ли не самой тиражной газетой, таблоидом, появились большие ваши откровения, интервью. И они же тоже стоят денег. Мы все прекрасно понимаем, что это те же самые щенки. Да, только с одним нюансом. Дело в том, что вас, как журналисты и всех ваших коллег, никогда, вот никогда в жизни не интересует господин по фамилии, как все. Вот такая фамилия, как все. Вот господин из толпы вас совершенно не интересует. Поэтому вы любите говорить, ну, вы не персональные, конечно, вы журналисты, любите говорить и смотреть на грязное белье известных людей, известных и богатых. Все остальные люди, которым, там, я защищаю бесплатно или за деньги, и так далее, не интересны ни толпе, ни журналистам. Поэтому говорить о них, к сожалению, можно до завтра, просто об этом никто не напишет. У нас же древнейшая профессия, мы обслуживаем людей. Люди хотят узнать про известных и богатых. Понимаете, мне вот знакомый говорит, зачем ты вот его пригласил? Я говорю, он гений, потому что, говорит, я хочу видеть знакомую морду. Ну, вот как бы, понятно, что слово морда имеется в виду лицо. Вот сегодня он видит знакомое лицо, ему интересно, что это лицо озвучит. Поэтому в этом смысле, как бы, я бы не ставил знака равенства между мотивировками адвокатов и журналистов. Все-таки, мне кажется, что, вот, вы озвучивали вот это тезис, что для вас главное, единственное только деньги. Значит, я понимаю из вышесказанного, что нет. Нет, конечно. Что это вам приписали опять же мои. Я вам скажу, что главное, на самом деле. Первое, это могу ли я помочь человеку. Так. Потому что... То есть, вот просто альтруистический такой посыл. Нет, я этого не сказал. Так, хорошо. Смотрите, приходит человек со своей болезнью, да? Если я могу ему в чем-то помочь, если я вижу свет в конце туннеля, и его просьба ко мне защитить его, представлять и так далее, будет удовлетворена в конце, тогда я возьмусь за дело. А если приходит человек, масса таких, говорит, Александр Ильич, смотрите, вот я все проиграл в первой инстанции, вот столько денег, можете ли вы занести эти деньги в касацию? Я говорю, послушайте, я же не брокер, я не, это самое, взять процент какой-то, отнести туда, нет, это не ко мне. Или приходит человек с абсолютной, вот, нету позиции и предлагает много денег. А для чего? Ну, репутация одна, ну, я проиграю это дело, ну, я заработаю там какие-то деньги, а больше никто не придет. Значит, первое, я берусь туда дело только тогда, когда знаю, что я выиграю по оконцовке. Второе, он мне должен нравиться как человек и не должен меня обманывать. Это очень важный момент, потому что если нет биологии между адвокатом и клиентом, лучше не браться за это дело. А если перед тобой сидит человек и врет, то это вообще от него надо бежать. И третье, под самый конец, это как раз ситуация с деньгами. Он может платить или он не может платить. Хватит мне денег, чтобы заплатить своим людям и за офис, и за бензин и так далее, или не хватит. Это как раз в третьем, в третьем граде находится, в третьей ступени. То есть правильно ли я понял, что, исходя из вышесказанного, что Полонский вам по-человечески симпатичен, раз вы взялись его защищать? Вы знаете, Полонский мне симпатичен, да. Он абсолютно не злой человек, он эксцентрик, мне нравятся эксцентрики, безусловно. И он в своих, я не всегда с ним согласен, абсолютно, но в своих высказываниях он, знаете, он говорит то, что он думает, может ошибаться. Хорошо, вот высказывание, что все, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу. Это вызов. Самое известное жопу высказывание. Да, да, это был вызов такой забавный. Я посмеялся. Видите, люди, которые... Понимаете? Опа, извините, у вас есть миллиард. Такой вопрос. Пока нет. Нет, хорошо, ну вы работаете над этим. Я работаю, извините, с вами сейчас, да. Так. Смотрите, я очень хорошо отношусь к людям с чувством юмора. Я надеюсь, что вам... А то есть это было смешно? А я думаю, что это... Мне было смешно, понимаете. За 5770 лет существования моего народа мы научились шутить сами над собой. Это от бакарского народа вы имеете? Ну, практически, да. Мы научились шутить сами над собой. И дальше нам ничего не страшно. Поэтому я ценю юмор и люблю это дело, понимаете. И мне показалось, что он сказал не со зла, а он так шутил. Смешно. Вы знаете, в Америке ведь вы и жили, и работали. Вы знаете вот это выражение «I mean it». Я вот действительно это подразумеваю, имеете в виду. Мне кажется, он это подразумевал вполне. Учитывая, что эта фраза была произнесена в достаточно узком кругу, для своих, то человек просто так думает. И у вас и дейсинкразия на это... Мне было смешно. Знаете, я когда услышал фразы, я посмеялся. Какая у меня должна была? Я должен был начать его ненавидеть? Нет. Я не знаю. Ну, человек сказал, значит, не сказал и что. Хорошо. Что такое? Допустим, в ситуации выиск Ольги Родионовой, известной модели, к Станиславу Садальскому. Да, это был такой. Вы помните, вы представляли. Все же не до конца, но представляли. Да, вот не до конца. Вот я как раз про это. Правильно ли я понимаю, что как только у клиента кончаются деньги, или вот он не желает платить, вы говорите, чао бамбина, сори. Смотрите, значит, во-первых, я раскою тайну, никому не говорите, это останется между нами. Ладно. Ну, только Сергею Сергеевичу Родионову я обязан буду. Сергей Сергеевич, я думаю, нас сейчас слышит, поэтому он это оценивает. Во-первых, ничто не укрепляет так веру в человека, как предоплата. Поэтому насчет того, кончились деньги или нет, это вопрос бессмысленный совершенно, да. Значит, к вопросу насчет судьи и так далее. Мы из-за Олечки опаздывали, вернее, не мы, а там был коллега, я не мог пойти, и опаздывали на процесс, и благополучно, значит, судья не хотел вмешиваться, потому что от Садальского исходит, очевидно, такая, в кавычках, аура, как все знают, да, мягко говоря, что судья шарахался, конечно, от него. И когда все опоздали на процесс, судья быстро закрыл процесс и как бы снял претензию. Претензий не было. Ну, там с господином Садальским все понятно. Не надо его трогать, он не будет. Ну, понятно, понятно, но дело в том, что получается, что это дело не доведено до конца, и претензии, которые, опять же, я у своих коллег читаю, может быть, это заказные публикации, может просто зависть злые люди, но пишут, что Садбровинский никогда не доводит до конца. Ни одного дела не выиграл, как в свое время, там, ну, адвокат Макаров, когда он был практикующим адвокатом, тоже ни одного дела как бы не выиграл. Тем не менее, репутация есть, есть заказы и... Ну, если бы я не выиграл ни одного дела до конца, вы только что упомянули дело Слуцкера. Если помните, дело Байсарова было такое интересное. Да, вот про дело Байсарова. То есть там тоже в результате дети остались с супругом, а Кристина Арбатайка была... Это мы не дошли до конца и так далее. Если бы я не доводил дела до конца, наверное, бы я бы тоже был журналистом сейчас. Ну, один-ноль, да. Хотя я пишу, если вы знаете. Я знаю, да, я знаю, что вы пишете. Говорят с большим успехом, кстати. Да. Вы пишете и говорите с большим успехом. Спасибо. Ну, спасибо Генам, наверное, там 5700 лет. Да. Есть такое, да. Да. А скажите, а вот ваш альянс с Киркоровым, вы ведь работали... Кстати, тоже вот как до конца, да? Ну, а что, с Киркоровым там непонятная история. Я слышал ваше заявление о том, что была некая видеопленка, которая полностью оправдывала Филиппа в глазах общественности. При этом Филипп не захотел ее демонстрировать. Вы ее узкому кругу показали и уничтожили. Вот звучит очень как-то загадочно и странно. Кто уничтожил? Вы нет? Нет. Нет, это опять вам приписывают. Вы нет, совершенно не уничтожили. Она лежит благополучно в скромном мире. Конечно. Ну, просто ее никто не видел. Ее видел человек 50. Так. И это... Кто отбирал этих людей 50-чиков? Вы отбирали. Конечно, да. И мне нужны были люди, которые быстро бы разнесли это по Москве. И это сработало. И это сработало. То есть вы показали эту пленку, вы создали определенное общественное мнение. Конечно. И как бы де-факто... Все началось в субботу, закончилось в среду. Это был один из самых блистательных процессов, которые мне удалось провести. В субботу мы встретились с Филиппом в кафе Пушкин. Большой такой дядька упал практически на колени, и мы с ним долго разговаривали. В субботу... Вы, извините, вы до этого не были знакомы, да? Мы знакомы были Шапочно. Мы здоровались и все такое прочее. Потом позвонил известный журналист Первого канала, один из самых известных. Попросил, чтобы я помог Филиппу. В субботу мы встретились. Пленку нашли в воскресенье. В среду все было подписано, и в четверг госпожа Яблокова отозвала свой иск. Это ли не победа? Ну, наверное, да. Просто там разные трактовки существуют этой победы. Хорошо. А следующее дело... Какие могут быть еще трактовки? Ну, просто дали ей денег. Не копейки не давали. Яблоков и все. Просто это версия, которая... Она не могла бы взять. Потому что если бы только она взяла одну копейку, вы представляете, что бы я устроил? Нет, не представляю. И никто не представляет. Хорошо, следующее. Она в ее честь, и она не взяла деньги. А предлагали? И не просила. Ага, хорошо. А следующая история с Киркоровым была, Киркоров против Тимати. И я так понимаю, что к вам обратился Филипп на примет того, чтобы вы в номере Тимати нашли, к чему можно зацепиться. В чем, собственно, там был казус. Да, но я не взялся за это дело, и Филиппу не советовал. Вы не взялись за это дело, но вы рассказывали, что к вам приехал Тимати в офис, и тоже там рухнул на колени. Было такое, да. Делал канал и попросил пощадок. Было, да, да, делал интеллектуальный минет, было, да. Было. Хорошо, интеллектуальный минет, это зачетное. Это ваше, да? Мое, да. Будет использовано многократно. Я не знаю, пройдет ли это в эфире, но... А что такого? Какой из этих двух слов является, с вашей точки зрения, ненормативным? Я с вами согласен, потому что самое сейчас не делает Лебедев. Ну что же, вы меня удивили. Да? Да, хотя я вроде бы, я считал, что я подготовился. Огромное спасибо вам за беседу, давайте сделаем вид, что это кофе. И за победу закона над беззакониями. Вот, браво! Наконец услышу от журналиста золотые слова. Спасибо. Продолжение следует...